Ситуация в Афганистане остается напряженной. Россия начала переброску войск на границу Узбекистана с Афганистаном. Подробнее о ситуации в Афганистане мы обсудим с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солониковым. Здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, к чему может привести военно-политический кризис в Афганистане и как в целом вы бы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию? Ситуация действительно сложная. И пока что мы видим усиление в Афганистане движения талибан, запрещенного в России. С одной стороны. С другой стороны, что, наверное, еще хуже, и что подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, в Афганистане активизируется исламское государство. И боевики исламского государства стягиваются сейчас в Афганистан с других сопредельных территорий. Таким образом, даже не просто очаг напряженности, а такой перой многослойной напряженности формируется в настоящий момент в Афганистане. И в этой ситуации ускоренный выход Соединенных Штатов, союзников Соединенных Штатов из Афганистана, конечно же, дает основание предполагать, что успокоение, стабилизация ситуации в ближайшее время не произойдет и всем соседям, Узбекистану, Таджикистану, Ирану, Китаю. Нужно будет готовиться к тому, что на границах может возникнуть серьезная напряженность. Войска, как сказал американский лидер Джо Байден, конечно, войска Соединенных Штатов Америки, они из Афганистана выведут до 11 сентября, как нам известно. Но оказывать помощь все равно не намерено. Ну, намерено оказывать помощь в данной ситуации, помощь кому и как. Соединенные Штаты не смогли за десятилетия построить в Афганистане хоть сколько-нибудь жизнеспособную экономику, которая бы привлекала молодежь в нормальную жизнь, которая бы создавала нормальные рабочие места. Это не получилось. А сейчас говорить о том, что оставшиеся дипломаты и небольшое количество военных, которые дипломатов будут охранять, как-то стабилизируют ситуацию, наверное, это уже ни о чем. Вы также затронули вопрос того, что все-таки страны Центральной Азии этот очаг напряженности все-таки затронет. Как с этим бороться и что сейчас уже предпринимается? И каким образом вообще в целом затронет? С одной стороны, это возможная волна беженцев, которая появится в сопредельных государствах. И это будет, конечно же, вопрос и социального обеспечения, и безопасности. И кто в рядах этих беженцев может попасть в сопредельные государства. Это отдельный вопрос для специальных служб, которые будут этим заниматься. С другой стороны, давление вот этого котла с различными группировками боевиков, эта нестабильность может выплескиваться и в террористических актах на территории соседних стран. И большое количество безработных молодых людей, имеющих оружие на руках, никогда стабильности в регионе не добавляло. Поэтому, с одной стороны, это охрана своих границ, и это мы сейчас видим в части переброски российских войск и их перегруппировки и в Таджикистане, и в Узбекистане. С другой стороны, дипломатические усилия. В этом отношении страны ШОС ведут переговоры и будут смотреть, как в этой ситуации коллективно можно будет повлиять на те события, которые будут в Афганистане разворачиваться. А какую роль сыграют с точки зрения боевой готовности, безопасности на границе военные учения, которые должны пройти как раз уже сегодня и еще в августе между Россией, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном? Ну, это подготовка действительно уже к возможным серьезным боевым действиям, несмотря на то, что контакты с Талибаном вроде как есть, с запрещенным в России. И есть определенные гарантии не дестабилизировать ситуацию в сопредельных государствах Средней Азии. Но никогда этим гарантиям на 100% верить нельзя, не все полевые командиры на 100% подчиняются тем структурам, которые ведут дипломатические переговоры. Поэтому действительно странам, находящимся на границе с Афганистаном, нужно готовиться к возможным вполне реальным боевым действиям. А что лежит в основе этих гарантий, о которых вы говорите? Гарантии всегда, да, гарантии в данной ситуации, это возможность дать отпор и демонстрации того, что в любом случае отпор будет дан. Никакие провокации серьезно не затронутся в сопредельных государствах. Вот для того, чтобы продемонстрировать всю серьезность подготовки и всю военную готовность дать отпор этим, учение сейчас проводится. Спасибо вам большое, что уделили нам ваше время. Спасибо вам большое.